Всем привет! Заметила, как похолодало на улице в последнее время? Конечно! Как же быстро мы сменили ветровки на тёплые куртки, шапки и шарфы! Ой, это точно! А сколько снега уже выпало, вот бы Новый год скорей! До него ещё ой как далеко, поэтому не стоит забегать вперёд и давай же начнём нашу передачу! Итак, наша детская информационно-развлекательная передача Переменка начинается! Лия, расскажи про своих любимых учителей в школе. Ну не знаю, мне в принципе все нравятся, все учат чем-то новому, интересному. Вот и правильно! Кстати, ты знаешь, почему я про учителей спросила? Даже не догадываюсь, если честно. Тогда я тебе и нашим телезрителям всё подробно расскажу. 23 сентября весёлый праздник звенел голосами участников в парке отдыха. Традиционное мероприятие «Учительская кругосветка» в этом году прошло под девизом «Идём в поход». К нему тщательно готовились организаторы, участники и, конечно же, с нетерпением ждали болельщики. Участие в спортивной игровой программе приняли учителя образовательных учреждений и воспитатели детских садов. Несмотря на тяжёлый преподавательский труд, наши учителя и воспитатели всегда энергичны, спортивны и жизнерадостны. Огонь подружится с дождём, мы будем делать всё ветером, не вспоминая о проблемах и запретах. Солнышко в руках и венок из звёзд в небесах, из других планет все видят нас, нам так хорошо ветером мечтать об этом. От каждой из команд нужна была визитная карточка. Она была представлена мини-постановками, танцевальными номерами или песнями. Наша команда! Пионерский отряд! Наш девиз! Кто шагает, кто шагает, старших очень ухажает, малышей не обижает, книжек много там читает. Пионерский наш отряд, становись и ты к нам в ряд! Что нам смешно, мы смешно делаем, не пытаясь, дружка, мои друзья, со мной сидят. Пионерский отряд! Пионерский отряд! Пионерский отряд! Проявить свою удаль и сплочённость работники образования могли в следующих этапах. Эстафета, поймай блин, лодка, съедобный алфавит и привал. Например, на этапе поймай блин команде нужно было разделиться. Два человека ловят блины, а три человека их бросают. Или на этапе привал каждый из участников команды делал своё дело, как в настоящем походе. Давай, 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 Юля, отлично! Давай, Юля, отлично! Несмотря на все трудности профессии, молодые преподаватели есть и в детских садах, школах и центрах дополнительного образования. Теперь можно с гордостью сказать, что у нашего посёлка Ленёва надёжное педагогическое будущее. Ну, самое, наверное, такое волнительное было, это то, чтобы не подвести команду, чтобы результаты у нас были хорошие. Ну, прошёл год, мы соскучились по педагогам, по своим коллегам, поэтому мы пришли повстречаться, посостязаться, получить хорошие, позитивные эмоции. Благодарственные письма и подарки получили все команды. А заветный кубок оставил у себя коллектив детского сада «Жаворонок». Самое главное, что в этот день все участники получили отличное настроение и незабываемые эмоции. То самое чувство, когда ты на уме, то самое чувство, когда ты круче всех, круче всех, у тебя всё получится. А вот мне всего 15 лет, а у меня уже есть три профессии. Ну как три, скоро будет третья. Ничего себе, а как так? Я уже на протяжении трёх лет учусь в межшкольном чайном комбинате. И там я получила профессию повар-кондидера, а сейчас учусь на швею. Ого, это очень круто! Получается, ты можешь хоть прямо сейчас пойти работать по любой из этих профессий? Да. За один год обучения я получила корочки повара-толези степени. С этой корочкой я могу полноценно работать на любой кухне. Я тоже так хочу. А как там всё? Не страшно? Это же ведь что-то серьёзное. И можно ли вообще туда ещё попасть? Конечно, можно. Ты вместе с нашими зрителями ещё можете записаться туда до 10 октября. И поверь, там нечего бояться. В средней школе номер 4 находится межшкольный учебный комбинат. Он появился аж в 1989 году. В наш посёлок съезжаются дети со всего Исктимского района для обучения различной профессии. Таких как повар, кондитер, швея, портной, маникюрши, парикмахер и оператор ЭВМ. Обучение бесплатное, что бывает в наше время довольно редко. Поэтому многие дети стараются не опускать возможность и попробовать себя в разных профессиях. Повар-кондитер, работаю в УПК. Наш УПК, межшкольный учебный комбинат, существует с 1989 года. За это время мы выпустили множество учеников, которые, многие из них, выбрали профессию, ту, которую по жизни, та профессия, которую они начали здесь, выбрали здесь. Дети творческие, интересные. У них много идей, много планов. Поэтому мы помогаем им воплотить их планы в жизни, что-то подсказать, чем-то помочь. Мы учим их, вот повар, профессия повара, изумительная профессия, которая учит детей варить, готовить. Мы учимся красиво резать, красиво оформлять. Блюдо должно быть не только вкусным, оно должно быть еще и красивым. Поэтому подача блюда – это немаловажный этап в питании человека. Мы сначала видим глазами, правильно? Потом пробуем и ощущаем вкус. А когда мы увидели глазами, у нас вырабатывается аппетит, и мы захотели. Поэтому блюдо захотели кушать. Поэтому блюдо должно быть обязательно не только вкусным, но и красивым. Профессия кондитер – это очень интересная профессия. Слово «кондитер» говорит само за себя – это сладко, это вкусно, это замечательно. И мы готовим все виды теста. Мы делаем торты, пирожные, украшаем, подаем. Вот Кирилл, например, Шимонаев, он свою жизнь связал тесно. Он учился у нас два года назад на кондитера, год назад на повара. Свою жизнь он связал с этой профессией тесно. То есть он принимает и торты на заказ. У него все получается, он просто изумительный, это моя гордость. Обучение в межшкольном учебном комбинате – не просто какой-нибудь бесполезный кружок или же секция. Благодаря обучению в межшкольном учебном комбинате можно получить настоящее свидетельство и получить разряд в той или иной отрасли. Если не опускать руки, то можно очень многого добиться и связать свою жизнь с одной из профессий. Так и поступил один из выпускников межшкольного учебного комбината – Шимонаев Кирилл. Я пришел показать детям искусство карвинга, чтобы их научить чему-то новому, показать свои знания. Карвинг – это искусство, как владение ножом, вырезание из различных овощей, фруктов, продуктов, красивых форм, фигур и всего прочего. Искусство владения ножом, в общем. Ближайшие планы – это учиться, учиться, еще раз учиться, но закончить школу, во-первых, потом уже университет. Но это уже так, дальнейшие планы. А на ближайшем также учиться, готовить, развиваться. Как-то, может быть, вести какие-то мастер-классы, я вот делаю торты на заказ, что продолжить это делать. Ну, в общем, в этой сфере развиваться потихоньку. Уже как бы не с помощью межшкольного учебного комбината, а с помощью своих сил, интернета, книг и тому подобное. Основной источник информации, где я узнавал рецепт, это книги, бабушка и межшкольный учебный комбинат. Здесь я впитал большую часть знаний своих. Уже не продолжаю, но хотелось бы продолжить. А так, в основном, книги, интернет, родственники, которые мне помогают. Знания, полученные в межшкольном учебном комбинате, могут пригодиться не только в получении образования, но и в обычной жизни дома. Элементарно сварить суп, да картошки нажарить, чтобы не ходить голодным. Дети, которые пришли заниматься по профессии повара, некоторые даже картофель не умеют чистить. В прошлом году мне мамы звонили и говорили, спасибо вам, вы моего сына научили правильно чистить картофель. Разве это мало? Этого уже вполне достаточно, и ради этого стоит жить и учить, хотя бы для того, что ты научил ребенка чистить. Правильно резать. Они не умеют резать картофель, не умеют резать капусту. Ну, дома из дома. Здесь они учатся по-другому. Вот сегодня мы режем, и тыквы наши превратятся в корзины, превратятся в кареты, кабачки врага изобилия, морковь, цвекла превратятся в цветы. Поэтому завтра у нас будет мастер-класс в школе. Мы завтра будем делать небольшую выставку, показывать всем детям, как правильно резать, как правильно держать нож, как правильно держать пальцы, когда режешь, чтобы не пораниться. То есть техника безопасности – это тоже много. И поэтому они учатся. Сначала это трудно, но если это ребенку интересно, то к концу года он осваивает все азы поварской или кондитерской профессии. Ну, а если все-таки захочется чего-то поинтереснее, благодаря базовым знаниям, которые дает межшкольный учебный комбинат, можно самому изучить тонкости приготовления разных блюд. Вот, например, таких, как плов. На первый взгляд, это очень легко и просто. Но на самом деле в приготовлении плова есть множество нюансов, которые нужно учитывать. Плов – это восточное блюдо, основой которого является вареный рис. И самым главным, отличительным свойством его является его рассыпчатость, которая достигается благодаря добавлению в плов растительных и животных жиров. Если этого не сделать, не соблюсти пропорции воды, масла, самого риса, плов будет не плов, а каша рисовая. На занятии, на котором побывала наша съемочная группа, ребята учились к кармингу. И у них всех получились прекрасные работы. Ведь все прекрасно, что сделано своими руками и непосильным трудом. Всем приятного аппетита! Лия, расскажи, смогла ли бы ты хотя бы один день прожить без интернета? Сколько? Целый день? Конечно, нет. Интернет – это все. Интернет – это значительная часть жизни современного подростка. Согласна. А представляешь, как наши бабушки и родители жили без интернета. Интересно, что же они делали? Бабушка говорила, что без интернета они легко справлялись, играли с друзьями, вестилились, отлично проводили время. Но сейчас они, как и мы, активно посещают свои страницы ВКонтакте и Одноклассников. А давай узнаем мнение учеников первой линейской школы на эту тему. В последний день сентября отмечается День Всемирной Сети Интернет. Первая в мире электронная сеть получила название ARPANET и была создана для исследований. Уже 1 января 1983 года все компьютеры, объединенные сетью ARPANET, перешли на протокол TCP-IP. Принципы его работы стали стандартами, по которому начало свое развитие и в настоящее время совершенствуется Всемирная Паутина. С тех пор все изменилось. Сейчас найти человека, который не пользуется интернетом, очень трудно. В основном это представители старшего поколения. Также интернет актуален для учащихся школ. Многие дети знакомятся с интернетом в школе, очень быстро осваиваются и становятся активными пользователями. Ребята из первой линейской школы рассказали о том, что для них значит интернет. Интернет – это неотъемлемая часть любого человека, это вообще неотъемлемая часть моей жизни, потому что примерно все зависит от него. Для меня интернет – это источник информации, источник развлечений, ну и так далее. Интернет – это какой-то источник, с которого можно взять какую-то информацию. Это способ связаться с внешним миром. В интернет там можно найти нужную информацию, почитать книги, много чего. Учащимся интернет предоставляет огромные возможности для обучения. Многие школьники используют возможности интернета для связи, ведут онлайн-дневники, пользуются электронной почтой, общаются в чатах и различных социальных сетях. Я использую YouTube для просмотра видео. Ну, допустим, вот если не можешь какую-то задачу по урокам сделать, посмотрел, как правильно делать, распознал ее и сделал ее. И вправду, сейчас в интернете можно смотреть фильмы и видеоролики, общаться с пользователями из других городов. Кроме того, интернет полезен для скачивания книг, чтения за пределами класса, но есть и те, кто все-таки предпочитает обходиться без всемирной сети интернет. На самом деле, я бы просто читала книжки, у меня их достаточно много дома, я как-то сильно не задумывалась об этом. Помните, что интернет – это полезное и прекрасное средство для обучения, общения. Но не стоит забывать о том, что виртуальный мир несет в себе не только положительное, но и отрицательное. Не забывайте уделять время родным, друзьям, гуляйте, активно занимайтесь спортом, общайтесь с людьми и с живой природой. Важно соблюдать основные правила безопасности в интернете. Используйте надежный пароль – первое и главное правило сохранности ваших данных. Не посещайте ресурсы, которые вызывают у вас подозрения любого толка. Никому не передавайте свои конфиденциальные данные. В этом году день интернета выпал на пятницу. Кто-то проведет его в четырех стенах, не покидая сети. А кто-то наверняка выберется с родными и близкими на прогулку, взяв гаджет с собой, для того, чтобы сделать лучшие фото и видео. А уже по возвращению домой, лучше из них выложить в интернет. Ты-да-да, мы с тобой, ты-да-да, мы с тобой, здорово, когда на свете есть друзья. Что-то ты за песню такую поешь. Да так, вспомнила, как летом ходила в поход и вечером у костра мы рассказывали всякие истории, а потом пели эту песню. Это круто. Кстати, насчет похода. А ты знаешь, какой день был во вторник? День туризма? Да, и наш следующий сюжет как раз посвященный этому дню. 27 сентября был Всемирный день туризма. В России этот праздник ежегодно проводится, начиная с 1983 года. Я считаю, что всякие походы это очень увлекательные и сложные испытания, как для любителя, так и для опытного туриста. Но туристические походы бывают не только пешие, но и водные. Водные путешествия требуют больше подготовки от путешественника, ведь на воде надо быть готовым к любым неожиданностям. И чтобы больше узнать о водных экспедициях, мы посетили Леневский клуб водного туризма. Сезон у нас начинается традиционно открытием, это мемориал Шабалина на реке Шипуниха. Значит, в этом году воспитанники клуба, в принципе, выиграли его в своей возрастной категории, заняли первое место. Затем у нас традиционный Кубок Салаира проходит в июле месяце, тоже такие интересные соревнования. Ну а закрывает соревновательный сезон, это в октябре у нас, 15-го числа, будет Гордеев узел, куда приезжают ребята из туристических формирований из Китимского района и показывают свои умения, знания, как они вяжут спортивные туристические узлы. Леневский клуб водного туризма был основан в начале 80-х годов, группой энтузиастов самодеятельного туризма. За всю историю клуба леневскими туристами-водниками были пройдены реки Восточного и Западного Саянов, Горной Щории, Алтая, Красноярского края и многих других регионов России. А теперь своим опытом и умением они делятся с юными участниками клуба. Ребята очень внимательно смотрят и слушают своего наставника, чтобы научиться вязать разные узлы, а также тренируются лазенью на скалодроме. Пока одни туристы учатся, другие готовят снаряжение и занимаются ремонтом транспорта после летнего сезона. Взяли бухту, да? Раз, два, три. Вот здесь наступаем ногой. Солнечное сплетение, выше не надо. Дороги колена, завязываем ногу. На шею, ноги, вокруг себя и назад. Здесь завязываем раз контрольный, два контрольный. То есть первый узел является контрольным, второй – на полочке. Кресло завязали, потом вы подходите к карамеру и завязываете узел ИА. Все. Также в клубе присутствует совсем юный участник, которому всего 11 лет. Но, несмотря на столь малый возраст, он уже успел поучаствовать в соревнованиях и нескольких походов. Мы ездили на остров, я был фотографом. Утром просыпались, ели, и потом тренировались вязать узлы и плавать на байдарке и катамаране. Но туристы не собираются останавливаться на достигнутом. И продолжают развиваться все больше и больше. Нет предела совершенства, есть куда расти, есть над чем работать, осваивать технику гребли, если говорить про водный туризм. Если говорить про узлы, то их узлов более 5000, поэтому всех их невозможно выучить и завязать. Поэтому есть куда расти. Поздравляем туристов с их праздником. Ведь любовь к путешествиям по заповедным закоулкам родного края – это любовь к величию земли, на которой мы живем, ее природе. Любовь к родине. Хороших походов и безопасных. Ох уж эта осень. Такое настроение странное. Как-то печально, что ли. Ну и чего тут грустить? Скоро зима, игры в снежки, катание с горки на ледянке. Ну да, звучит довольно весело. Может, ты и права, надо радоваться каждому моменту. Вот-вот, поэтому не унывай напрасно. Ладно, хорошо, уговорила. Нам, наверное, уже пора заканчивать. Ну а пока? Пока-пока! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok